здравствуйте дорогие друзья в эфире радио са чикаго свет медиагрупп с вами у микрофона сергей сосновский сегодня 3 ноября а мы начинаем наш эфир с материала от нашего главного редактора александра эдмана под названием узники замка иль спасибо барею ноту и зефиру повелителям ураганов отогнавшим от испаньолы сразу два бедствия которые сначала шли прямо на нас но не решившись нарушить счастье новобрачных а мы там все собрались на свадьбу прекрасной дочери наших друзей свернули один направо другой налево отцветовав нам издали красивыми молниями испаньолы это остров разделенный на доминиканскую республику и гаити в 1 21 век испанский язык благоденствие свадьбы и гольф во второй средневековье французский нищета преступность и голод хотя солнце одинаково светит обеим странам и карибское море одно и земля одинаково плодородно ничего удивительного среди людей такое сплошь и рядом сегодня съездим в анси и женеву тем более что читатели и слушатели просят больше времени уделять путевым заметкам и даже справедливо негодуют по поводу того что была зажата япония и так однажды мы с младшим сыном оказались в анси это сказка в департаменте верхняя совой я и мы оторопели от бирюзы озера обрамляющих его гор мостов каналов зданий лебедей и поняли от чего этот небольшой город был любимым пристанищем поля сезана который воспринимал природу как массу искрящегося света в которой поверхности и формы трудно различимы и имеют относительно небольшое значение а преобладают вспышки и блеск с восхитительными цветовыми гармониями и контрастами это говорил его поклонник и подражатель уинстон черчилль который был художником-любителем и годами приезжал в анси будущий премьер великобритании всегда останавливался в отеле-ресторан аббе-де-талуар куда кстати регулярно наезжали наполеон 3 императрица евгения марк твен жан рено чарли чаплин и еще сотню знаменитостей мы остановились в соседнем отеле и тамошний метро дотель их всех перевел к себе но мы уже читали путеводитель и поэтому на ланч отправились в талуар тем более что утром я получил текстовое сообщение из чикаго о том что уровень холестерина у меня наконец пришел в норму в совое кстати как и во всех близлежащих департаментах да и вообще во франции людям с повышенным холестерином ненавистью к винам и равнодушным к десертам делать нечего там я спросил у официанта с бакенбардами 70-х так где же все-таки жили черчилль и твен потому что они я кивнул в сторону нашего отеля утверждают что у них официант подлил нам вина исчез но тут же вернулся с огромных размеров книгой и показал фотографии и сэра уинстона и моего любимого твена и еще кучу знаменитостей сидящих на той самой веранде где сидели мы затем презрительно посмотрев сторону нашего отеля произнес замечательную фразу кто-то рождается великим кто-то достигает величие трудом а кто-то просто нанимает лживых пиар специалистов по связям с общественностью покидая ресторан мы увидели висящую на стене копию картины сезанна голубое озеро оригинал находится в галерее института курто в лондоне посмотри сказал сын указывая на вид из окна он писал ее на этом самом месте кстати по-русски эта картина почему-то называется море в анессии и если анси по-французски можно сказать что пишется как-то вроде анессии то это еще можно понять то насчет моря те ребята что переводили название картин могли бы осведомиться у великого русского физика ивана абриимова который родился и вырос в анси но потом вместе с родителями оказался в москве чего не простилом до самой смерти поскольку в 1938 году был арестован как французский шпион и участник право троцкийской организации его сильно били и унижали за него вступились герой вавилов йоффе и капица а через три года абриимова выпустили с поражением в правах правда право заниматься физикой не отняли потом его завалили наградами и тем не менее советскую власть он тихо но люто презирал до самой смерти сказать что анси очень красив это просто отделаться двумя словами от маникюрин каждый уголок одинаково идеально ухожены и улицы и сады европы впечатляющий марсово поле нотр-дам собор святого петра ратушей конечно визитная карточка старая тюрьма на острове вообще-то это сооружение называется замком и только в 17 веке она из дворца превратилась в тюрьму если вам посчастливится попасть туда на экскурсию с мая по сентябрь с 9 до 6 остальные 8 месяцев 2 часа утром и 2 часа вечером бронировать нужно заранее то вы навсегда превратитесь в узников этого неповторимого дома совойских герцогов и отовсюду вид на воду пейзажи с которых очевидно и и были списаны классические декорации лебединого озера сыном я там побывал летом от женой в минувшем январе летом конечно антисе привлекательнее народу много но достаточно магазинов ресторанов пивных и кофеен которые поглощают толпы экскурсоводы пересказывают местные легенды их много основная как две капли воды похоже на миф о черной и белой арагви и пару дюжин подобных историй по всему миру там обязательно несчастная любовь досадные недоразумения вынужденная разлука и универсальное решение всех проблем летальный прыжок со скалы потом о том как кардинал решили я влюбился в монахи не из анси и был готов отказаться от сана но она осталась верна господу и про монаха бернара который посвятил свою жизнь спасению заблудших и не только по жизни но и в горах причислен за самоотверженность и отвагу и моральный облик к лику святых и в честь которого была названа местная порода собак чувствующих приближение схода лавин и не только лавин я знаю одного санбернара из майами так тот тоскуя половинам научился чувствовать приближение урагана что тоже неплохо он дня три до налета очередного урагана начинает нервничать поторапливать окружающих и напоминать чтобы не забыли еду и зарядили телефоны но однажды когда синоптики нагнали страху что ураган идет прямо на майами и все собрались эвакуироваться а на заправках кончился бензин санбернар спокойно лежал на мраморном полу и с недоумением глядел на суетящихся хозяев оказалось ураган передумал обрушиваться на майами взял в океане правее и как выразилась их бабушка слава богу пошел на нью-йорк каким образом санбернар узнал об этом раньше национального центра слежения за ураганами непонятно рано утром я разбудил сына и мы рванули в женеву благо она находится километрах 40 от анси там учился мой дедушка зиновий тот самый что пошел против воли старших братьев на семейном совете в риге в июне сорок первого единственный из всех не стал дожидаться прихода немцев и таким образом спас жену и дочь мою маму а значит и даровал жизнь мне дед умер когда мне было 13 и последние три года его жизни мы с ним практически не расставались он много рассказывал про прагу тоже учился там и женеву дед был студентом-химиком завзятым картежником и видимо поэтому был вынужден подрабатывать там в табачной лавке у своего приятеля и тезки зиновия давыдова который именно в швейцарии превратился сначала из зусили в зиновия а уже потом в зину давидов а и в этой лавке видел самого ленина хотя только потом узнал что это ленин вернее узнал в нем своего постоянного покупателя я понятное дело помню в основном то чем дед хвастался мало значительные детали например что в праге на карловом мосту он встретил первого президента чехословакии томаша масарика и они раскланились или что из женевы они с друзьями ездили покорять монблан думаю что дед немного привирал засниженная вершина монблана из женевы конечно видна но на него пяти километровую с копейками гору мой хромой зиновий вряд ли мог взобраться хотя кто знает упрямство целеустремленности вздорный характер иногда творят чудеса одет был щедро наделен именно этими качествами масарик тем не менее он был сыном коммердинера и следовательно был на очень хорошим манером и вполне мог раскланяться с человеком который его поприветствовал да и с лениным проживавшим в женеве целых семь лет дед тоже мог пересечься в женеве мы провели 4 часа но успели увидеть многое это реально если ты с сыном и не заглядываешь в каждый магазин зато мы посетили английский и ботанические сады пробежались мимо ратуши и собора проехали мимо дворца наций европейской штаб-квартиры оон напротив которого стоит пушка с завязанным в узел стволом и выпили кофе с круассаном у стены реформации в кафе открытом если верить вывеске в 1743 году сын открыто заигрывал со слепительно красивой официанткой я почему-то уверен что то же самое здесь вытворял его прадедушка сто лет назад официантка сказала что в женеве находится большой адронный коллайдер и вызвалось после работы показать его но я твердо сказал едем нас ждал ли он заранее заказанным моим любимым бушон без кордильерс а на утро велосипедный тур знаем мы эти коллайдеры александр этман напоминаю что вы слушаете радио оса чикаго свет медиагрупп не забывайте подписываться на наши социальные сети это свет медиа свет коннект флорида эта группа для тех кто слушает нас во флориде и свет коннект это на фейсбуке также наши группы продублированы в инстаграм это свет медиагрупп и свет флорида в одно слово естественно нужно продолжать пользоваться нашими онлайн платформами это свет дот ком там новости и развлекательная информация а также наша новая с его платформа свет гайд дот ком эта система для поиска деловых партнеров обязательно зайдите посмотрите вам это очень может пригодиться а телефоны нашей рекламной службы это 847 477 77 70 это в чикаго или 561 906 64 42 это в майами эта информация естественно продублирована на наших сайтах а сейчас на волнах радио оса чикаго как раз таки рекламный блог для наших слушателей во флориде стоматологическая клиника ильи фрайберга бесплатная консультация включая рентгеновские снимки чистка зубов глубокая чистка и лазерное отбеливание десен виниры и косметологическая стоматология пломбы коронки и зубные мосты лечение корневых каналов удаление зубов включая зубы мудрости инвизи-лайн и традиционные брекеты зубные протезы и протезы с опорой на импланты реконструкция всей полости рта и создание улыбки номер телефона 954 923 73 48 адрес 1876 полк стрит голливуд адрес в интернете 3w smile черточка он черточка ас дот ком говорим по-русски по-испански и по-английски джелтко подготовка налогов фирма по планированию и бухгалтерскому учету с услугами в чикаго и майами не ждите до последней минуты запишитесь на прием сегодня два адреса 425 хюроуд сьют 4b норсбрук и 1720 хэрисон стрит сьют 18b холливуд флорида телефоны 847 279 84 48 чикаго 754 237 1555 майами свяжитесь с нами и мы поможем бизнес услуги индивидуальные услуги услуги для некоммерческих организаций услуги по интерпорации адрес в интернете 3w желт онлайн дот ком дентал артс бока ратон это не просто стоматология это искусство стоматологии наши услуги косметика реставрация гигиена и чистка зубов установка хирургических имплантов неотложная зубоврачебная помощь прозрачные пластинки так называемые быстрые брекеты свяжитесь с нами по телефону 561 241 76 56 561 241 76 56 адрес 1905 клинтмур рот сует 200 бока ратон флорида доктор александра хаимова специальное предложение для новых клиентов 125 долларов это профилактика осмотр и рентген дентал артс бока ратон мист международная быстрая и надежная доставка посылок в украину европу казахстан узбекистан грузию и другие 75 стран мира отправляйте подарки своим родным и близким через агентов мист или оформляйте посылки онлайн на сайте us.meist.com слэш портал телефон 732-634-1517 732-634-1517 мист дот ком голосуй и получай послезавтра выборы напоминаем вам что в настоящее время не существует федерального закона обязывающего организации предоставлять своим сотрудникам отгулы для голосования в рабочее время однако в 28 штатах и округе колумбия такие законы есть а в северной дакоте действует закон просто поощряющий но не обязывающий работодателей предоставлять отгулы к штатам требующим предоставлять отпуск для голосования относятся алабама аляска аризона арканзас калифорния колорадо джорджия наш с вами иллинойс айова канзас кентаки мэриленд массачусетс миннесота миссури небраска невада нью-мексико нью-йорк агайо оклахома южная дакота теннесси техас юта и западная вирджиния там требуют предоставлять от 1 до 3 часов кентаки 4 большинство перечисленных штатов кроме алабамы арканзаса джорджии массачусетса и северной дакоты также требует чтобы это время оплачивалось но если работодатель вас в это время увидит в баре или в магазине вам крышка законы об отлучке на голосование в нью-йорке и калифорнии требует чтобы вы уведомили работодателя как минимум за два дня в оклахоме требуется уведомление за три дня в иллинойсе за 36 часов так что время у вас еще есть на сайте vote 411 . org вы также можете найти информацию по каждому штату по ряду вопросов связанных с голосованием включая законы об отгулах часы голосования правила выдачи бюллетеней по открепительным удостоверениям о том как составить план голосования и тому подобное горе без ума выскажу мягко говоря недоумение в связи с решением команды трампа пригласить на митинг в медисон сквер гарден тони хинчклиффа который специализируется на оскорбление зрителей своих коллег комиков и знаменитостей на трамповском митинге он сказал сейчас посреди океана буквально плавает целый остров из мусора кажется он называется пуэрто-рико вот такое он сказал также он заявил что латинос делают слишком много детей республиканцы освистали его прямо на стадионе а позднее эти фразы вызвали широкое осуждение со стороны обеих партий не говоря уже о пуэрто-риканцах компания трампа пыталась дистанцироваться от хинчклиффа но все же какому идиоту за неделю до голосования в принципе пришла в голову идея пригласить его сша проживает около пяти целых восьми десятых миллиона пуэрто-риканцев с правом голоса это вторая по численности группа латиноамериканцев в стране в том числе в таких ключевых штатах как пенсильвания и мичиган они и так обычно голосуют за демократов но зачем настраивать против себя вообще всех латиноамериканцев кстати пуэрто-рико с 1898 года является территорией сша там живут 3,3 миллиона человек причем постоянные жители острова даже будучи гражданами сша не могут принимать участие в выборах президента появление хинчклиффа на митинге трампа настроила против республиканца и избирателей с китайскими корнями которые тут же вспомнили как в 2021 году то не выступающий под псевдонимом килл тони оскорбил американо-китайского комика пенга данга позволив себе откровенно российские выпады все это привело к тому что прежде не вмешивавшийся в нынешнюю гонку рикки мартин дженнифер лопес брэд бани бениту антонио мартинес а кассио и другие латиноамериканские знаменитости выразили публичную поддержку камали харрис нейтральный портал daily beast назвал приглашение хинчклиффа на митинг политическим самоубийством всей компании такая оценка мне кажется преувеличением но то что в основе большинства поражений лежит глупость бесспорно саша своем амплуа продолжая тему участия комиков предвыборной лихорадки отмечу скетч высмеивающий обоих кандидатов в президенты сша в котором саша барон коэн оживил двух своих самых культовых комедийных персонажей барата и али джи он сделал это надо эту найт шоу starring джимми феллон куда был приглашен для рекламы своей новой мини-драмы дисклеймер отказ от ответственности по-русски пятидесяти трехлетний коэн надел фальшивые усы своего знаменитого героя и сказал что барат и али джи будут модераторами дебатов между трампом и харрис начал барат господин трамп вы говорите что в агайо люди едят кошек и собак в каком ресторане их подают можете ли вы мне заказать столик пожалуйста в моей стране есть киевси казахстанская жареная кошка но это не то госпожа вице-президент вы женщина цветная и замужем за евреем я не советую вам приезжать в казахстан потому что тем самым вы уже совершили три из четырех преступлений которые караются у нас смертной казнью пожалуйста не говорите мне что вы также занимались сексом с несовершеннолетним медведем а надев фирменную красную шапочку али джи желтые очки и козлиную бородку он обратился к трампу сказав йоу ты был осужден за 32 преступления ты украл секретные документы ты переспал со многими порно звездами и ты никогда не платил налоги респект ты мой герой переключив внимание на харрис он добавил у меня тоже есть вопрос к этой милашки йоу что ты делаешь потом ну после этого когда я смотрю на тебя по телевизору у меня каждый раз начинаются выборы сериал дисклеймер где саша играет мужа главной героини кейт бланшет можно посмотреть на apple tv плюс непредвиденные каникулы наконец закончились спустя месяц после того как ураган эллин обрушился на западную часть северной каролайны школьники в районе эшвилла только на этой неделе вернулись в классы он любит плотников плотник из баннер элка также северная каролайна джерри хиггс нашел на парковке магазина купюру в 20 долларов потратил ее на лотерейный билет и выиграл миллион долларов я не просил его а таком но видно он решил что мне пора на пенсию после 56 лет работы он хорошо относится к плотникам спасибо сказал джерри засмеявшийся когда ему предложили получать по 50 тысяч в течение 20 лет и решивший взять единовременную выплату 600 тысяч после удержания налогов штата и федеральных налогов мистер хиггс получит на руки 429 тысяч и 7 долларов он отбыл домой в прекрасном настроении на маленьком плоту уже двое австралийский теннисист греческого происхождения ник кириос каким-то образом связан сумасшедшим певцом юрием лозой поскольку он вслед за лозой высказал сомнения в том что земля круглая не удивлюсь если она плоская также австралиец уверен что египетские пирамиды построены пришельцами будут и на нашей улице деньги американские авиакомпании обязаны автоматически возвращать деньги пассажирам если их рейс значительно задерживается или отменяется министерство транспорта сообщило что в минувший понедельник вступила в силу окончательное федеральное правило требующие от авиакомпании именно возврата денег они выдачи ваучеров правило гласит что авиакомпании должны вернуть деньги пассажирам в течение семи рабочих дней если они купили билет по кредитной карте и в течение 20 календарных дней если они использовали другую форму оплаты за призом на костылях золотой мяч был вручен опорному полузащитнику сборной испании и манчестер-сити родри родрига эрнандесу касканте до манчестер-сити он защищал цвета вильяреала и мадридского атлетику 28-летний футболист минувшим летом стал чемпионом европы в составе испанской команды он стал первым обладателем золотого мяча поднявшимся на сцену для его получения на костылях в конце сентября у него случился разрыв крестообразной связки колена и он выбыл из строя до конца нынешнего сезона вторым голосование финишировал винисиус жуниор бразилия реал третьим джуд беллингем англия реал четвертым даниэль карвахаль испания реал пятым эрлинг холланд норвегия манчестер-сити кстати делегация реала узнав о результатах голосования за день до церемонии бойкотировала ее разные мотивы одной песни газета the washington post объявила что не будет поддерживать камалу харрис на выборах в этом году ее владелец миллиардер хранит молчание в то время как сотрудники издания находятся в смятении джефф безос пока отказывается комментировать ситуацию хотя журналисты его собственной газеты сообщили что именно безос принял единоличное решение отозвать уже подготовленный проект поддержки харрис знак протеста по меньшей мере один редактор подал в отставку а другие высокопоставленные сотрудники пост публично выразили свое недовольство джефф безос один из богатейших людей мира основатель интернет-компании amazon.com который 5 июля исполнилось 30 лет создатель и владелец аэрокосмической компании blue origin с представителями которой трамп встречался в прошлую пятницу и глава издательского дома the washington post на прошлой неделе аналогичное решение не поддерживать харрис принял и владелец лос-анджелес таймс патрик сун шионг правда если решение безоса скорее всего продиктовано бизнес интересом то по словам дочери суши онга ники газета приняла такое решение чтобы дать отпор администрации байдена харрис поддерживающий войну израиля в газе что шоу каждого свои недостатки как говорили в фильме в джазе только девушки в лос-анджелесе также несколько журналистов подали в отставку и многие читатели обеих газет отказались от подписок напоминаю вам что вы слушаете радио оса chicago свет медиагрупп телефоны нашей рекламной службы 847 477 77 70 это в чикаго а 561 906 64 42 это в майами 561 906 64 42 а на наших волнах сейчас прозвучит рекламный блог для жителей чикаго и пригородов похоронный дом вайнстайн и пизер предлагает самые выгодные цены на все услуги а также современный зал для прощания с близкими здесь помогают русскоязычным семьям более 30 лет и гордятся этим чуткие сотрудники понимают традиции нужды каждой семьи и хорошо знают что именно необходимо в трудную минуту за дополнительной информацией звоните 847 256 57 00 847 256 57 00 адрес 111 сколки бульвар филмет дорогие родители математика один из самых сложных но полезных предметов она развивает интеллект настойчивость креативность логику и память помогает в других предметах повышает самооценку и уверенность в себе что важно для успеха в будущей карьере хотите развить эти качества у вашего ребенка обратитесь в русский школа в математик с рсм популярную в америке и канаде за 27 лет школа привлекла внимание таких известных медиа как уолл-стрит-джорнал нью-йорк-таймс the talk и других по оценке университета джонс и хопкинса рсм входит в десятку лучших образовательных программ в мире в рсм преподают высококвалифицированные дипломированные преподаватели которые умеют передать свою любовь к математике своим ученикам 6 филиалов рсм в иллинойс в баффало гроу виллинг сколки шаунбург на первые и линкольн парк открыли набор на летнюю программу и новый учебный год для записи зайдите на сайт 3w mess school.com в одно слово и нажмите зеленую кнопку schedule evaluation после короткого собеседования вам будет предложен подходящий класс ждем вас наш телефон 855 628 48 55 855 628 48 55 russian school of mathematics если вам нужен безупречный очень надежный во всех аспектах автомобиль то рекомендуем mercedes-benz от hoffman estates это ваш дилер и неважно идет речь о новой или подержанной машине нуждаетесь в качественном техобслуживании понадобились запчасти для самостоятельной работы с автомобилем во всех этих случаях mercedes-benz hoffman estates является наилучшим ответом от новых фургонов спринтера до нового mercedes любого класса выбор автомобилей здесь непревзойденный адрес 100 west golf road hoffman states чуть западу от ай-90 адрес интернете mercedes hoffman.com номер телефона 847 885 7000 mercedes-benz of hoffman estates говорят по-украински по-русски и по-польски сергей кучинский ведущий адвокат юридической группы кучинский low group теперь сотрудничает с фирмой clifford low offices в чикаго одной из ведущих в стране юридических фирм специализирующихся на делах связанных с травмами и медицинской халатностью сергей свободно владеет русским и эстонским языками вместе эти компании будут вести ваши дела связанные с медицинской халатностью включая родовые травмы черепно-мозговые травмы и хирургические ошибки также в компетенцию сергея входят неправильная диагностика рака дтп аварий с участием пешеходов и велосипедистов травмы и гибели людей на железной дороге авиакатастрофы дела о дефектных изделиях травмы на строительстве взрывы утопления различные сложные дела связанные с травмами и смертельным исходом звоните сергею кучинскому в случае травмы или трагической гибели близкого человека бесплатная консультация звонить по телефону 1 800 33 425 65 29 1 800 33 425 65 29 или заходите на сайт 3w clifford low.com апекс windows works мы уже живем работаем и рекламируем людей столько лет что точно знаем кто действительно хорош в своем деле апекс windows works абсолютно лучший выбор для вас если вам нужно заменить окна или двери на патио отремонтировать затуманившиеся стекла или заменить треснувшие или разбившиеся стекло починить прогнившие оконные рамы и сделать из старого дека совершенно новый не ждите пока ваши окна и двери засифонит на чикагских морозах и все ваши домашние начнут простужаться азимата катит в глаза мастерские руки от доброй науки и главное ребята из апекс windows works это гарантированное качество и более чем умеренные цены рекомендуем с уверенностью что вы останетесь довольны апекс windows works.com или апекс decking usa.com номер телефона 847 916 85 55 847 916 85 55 виллинг тапас гитана восхитительная еда широкий выбор тапас в том числе множество вегетарианских и безглютеновых блюд теплая обстановка уютное патио и вежливое обслуживание почувствуйте снова вкус настоящей испании энди энд тапас гитана тим ждут вас номер телефона 847 784 93 00 адрес ресторана 310 хаб роуд норсфилд адрес в интернете 3w tapas gitana.com united healthcare выбор плана медикер это важное решение и учитывая многообразие существующих вариантов имеет прямо смысл сесть и поговорить с человеком который знает о планах медики буквально все у united health care есть лицензированные агенты по продажам прямо здесь в иллинойс готовы ответить на все ваши вопросы о планах медики позвоните по линии сигал из компании insurance on demand по телефону 1 847 452 81 93 это 1 847 452 81 93 или зайдите на сайт you hc.com слэш медики еще раз номер телефона 1 847 452 81 93 норс шор коллижен рихтовка и покраска легковых и грузовых автомобилей всех марк новый метод ремонта мелких повреждений без покраски бесплатная оценка все виды страховок принимаются номер телефона 847 831 13 13 847 831 13 13 адрес 1566 old deerfield road highland park иллинойс хиринг хеллс центр помогаем вам с 1984 года предлагаем бесплатное базовое обследование удаление ушной серы диагностика слуха проверка баланса и склонности головокружению оценка тинитуса консультации и лечение слуховые аппараты пять офисов хайланд парк даунтаун чикаго напервиль чикаго и овбрук все адреса телефоны и дополнительная информация на сайте 3w hearing health center.com джилберт ортодонтикс поможем улыбаться уверенно традиционные и невидимые брейсы любые виды ортодонтических работ для детей и взрослых звоните обсудим вашу улыбку консультация бесплатно номер телефона 847 432 30 38 847 432 30 38 адрес в интернете 3w джилберт черточка орто.com адрес 601 Элн Плейс, Хайланд Парк. ОКТИХЕЛС Если вы или ваши близкие недавно перенесли операцию, выписались из больницы, восстанавливаетесь после травмы, упали или у вас диагностированы такие заболевания, как диабет, раны, язвы, болезни сердца, инсульт, болезнь Паркинсона, потеря памяти, заболевания легких или артрит, команда ОКТИХЕЛС будет конфиденциально координировать ваше медицинское обслуживание в комфорте вашего дома. Квалифицированные медсёстры, физиотерапия, трудотерапия, логопедия, социальные работники и помощники по дому. Медицинские услуги на дому покрываются программой Медикер и другими страховками. Номер телефона 847 305 54 84. Адрес в интернете 3w octihealth.com Family Medical Clinic. Доктор Майкл Цинман. Доктор-эндокринолог Инесса Гелфанд. Лечение пациентов старшего возраста. Лечение детей и подростков. Лечение травм, полученных при автомобильных авариях и несчастных случаях на работе. Уколы для лечения и профилактики боли в суставах при помощи Ялган. Физиотерапия, мануальная терапия, профилактика заболеваний, лечение депрессии, неврозов, невротических срывов. Профилактика здорового образа жизни и помощь в потере лишнего веса. Семейная практика. Снижение веса, включая одобренные страховкой инъекции. Контроль над болью. Безболезненное нестероидно-натуральное лечение. Инъекции при болях в коленях, плечах, шее и спине. Долголетие и уход за пожилыми людьми. Травмы и физиотерапия. Эндокринология, диабет, щитовидная железа, ожирение. Принимаем основные страховки, включая Medicare и MedicAid. Номер телефона 847-215-92-00. 847-215-92-00. Адрес 2570 Норс-Милуоке-Авеню, Дирфилд. Family Medical Clinic. Advanced Windows Corporation. Новые окна – это уют, красота и тепло в доме. Advanced Windows предлагают следующие виды окон. Подъемные, раздвижные, створчатые, навесные, панорамные, эркерные. Эркер – это выступающая часть фасада дома, остекленная частично или полностью. Архитектурные стили окон, раздвижные стеклянные двери для пэтио и европейские двери и окна. Приезжайте. 4935 West Lemoine Street, Чикаго. Там шикарный выставочный зал или заходите на удобно сделанный для вас веб-сайт www.3w-advancedwindows.com. И, конечно, звоните. 773-379-35-00. 773-379-35-00. Мечта разрушила мечты оппозиции. В Грузии подведены итоги парламентских выборов. Уверенную победу одержала правящая партия миллиардера Бедзины Иванишвили «Грузинская мечта», набравшая 54% голосов. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Республики Георгий Каландаришвили. Результат получен по итогам обработки 99,16% протоколов с 3100 из 3111 избирательных участков. Оставшиеся места для голосования расположены за рубежом. При поступлении данных оттуда информация будет обновлена. В настоящее время вторую строчку занимает коалиция перемен, набравшая 11% голосов. Далее идут Единство национальное движение, получившее 10% голосов, и Сильная Грузия, набирающая 9%. Замыкает список Гехария за Грузию с 8%. Явка на выборах составила порядка 59%. Результат, показанный грузинской мечтой, не позволит ей получить конституционное большинство в парламенте, однако мечта получила достаточно голосов избирателей, чтобы в одну партию сформировать правительство. Один из лидеров коалиции, Ник Агварамия, заявил, что выборы украдены, и назвал случившееся конституционным переворотом. Когда рассеялся дым Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ответные удары Израиля по Ирану нанесли серьезный ущерб его обороноспособности – Ирана. Израиль поразил центр производства баллистических ракет в иранском Хаджире, а также военный комплекс Парчин в пригороде Тегерана. Эти данные подтверждаются спутниковыми снимками компании Planet Labs. На них видно, что уничтожены три строения, в которых производилось твердое топливо, а также склад. По данным издания Axios, израильская атака привела к тому, что производство баллистических ракет в Иране парализовано. Выведены из строя критически важные компоненты для производства таких ракет, а также 12 планетарных смесителей для производства твердого топлива. Их Иран не может производить сам, он не обладает такими технологиями, а потому вынужден заказывать их в Китае. По данным Sky News Arabia, Ирану потребуется год, чтобы восстановить свой ракетный потенциал, пострадавший в атаке 26 октября. При этом отмечается, что у Ирана остаются значительные запасы ракет. Также сообщается, что были поражены четыре батареи ПВО, которые защищали Тегеран и энергетические объекты инфраструктуры Ирана. Извинения на прощание Президент Джо Байден принес официальные извинения коренным американцам за то, что он назвал «одной из самых ужасных глав в американской истории, финансируемой правительством школы-интернаты, в которых на протяжении 150 лет издевались над детьми коренных народов и заставляли их ассимилироваться». Душа рвется из Spirit Авиакомпания Spirit, испытывающая гигантские финансовые трудности, объявила о ряде радикальных мер, включая продажу самолетов и сокращение персонала. Она заявила, что выручит 519 миллионов долларов, продав 23 старых своих самолета Airbus компании GA Telesis, занимающейся техническим обслуживанием самолетов и поставкой комплектующих. Самолеты будут поставлены в период с ноября 2024 года по февраль 2025 года. Spirit также заявила, что уменьшит расходы примерно на 80 миллионов долларов, в основном за счет сокращения рабочих мест. 240 пилотов будут уволены, около сотни понизят зарплату. Авиакомпания также заявила, что введет временный мораторий на прием на работу бортпроводников и предложит ныне работающим попеременно уходить в добровольный неоплачиваемый отпуск. Wall Street Journal сообщил, что Spirit и Frontier Airlines изучают возможность слияния. Frontier уже предлагала купить Spirit в 2022 году за 2,9 миллиарда долларов, но в итоге ее перебила JetBlue с предложением в 3,8 миллиарда. В январе этого года федеральный судья заблокировал предложение о слиянии с JetBlue, согласившись с доводами Министерства юстиции США о том, что такая сделка создаст антиконкурентную среду. Spirit также сообщила, что кредиторы Visa и MasterCard согласились отсрочить погашение задолженности на сумму 1,1 миллиарда долларов до 23 декабря. Общий долг авиакомпании составляет более 3,3 миллиарда долларов. Не для всех Apple выпустила iOS 18.1, первую версию операционной системы для iPhone с Apple Intelligence, попытку компании создать искусственный интеллект. Ожидается, что обновление будет включать в себя улучшенные инструменты для письма и новый пользовательский интерфейс Siri, а также другие функции. Однако, чтобы получить доступ ко всем новым функциям, вам потребуется iPhone 15 Pro или iPhone 16. Triumph Signore del Perro Завершился 60-й Чикагский международный кинофестиваль. Обладателем Золотого Хьюга стал фильм Мауры del Perro «Vermiglio» – драма о Второй мировой войне в итальянских Альпах, получившая высокую оценку в Венеции. О картине читайте в новом свете в ближайшую пятницу. Италия выдвинула фильм на «Соискание Оскара» в конкурсе «Лучший зарубежный фильм» в 2025 году. Серебряного Хьюга получил обладатель Гран-при Каннского фестиваля «Паял Кападия» – «Все, что мы представляем себе как свет», рассказывающий о жизни трех женщин в Мумбаи. Приз за лучшую режиссуру получил Мигель Гомеш – «Большое путешествие», он же стал лучшим режиссером в Каннах в этом году. Фильм также получил награду за лучший монтаж. Бенджамин Нувуазен получил Хьюго за лучшую мужскую роль в фильме «Тихий сын», Эллен Холл за лучшую женскую роль в фильме «Когда вспыхнет свет». Мохаммад Расулов стал лучшим сценаристом за «Семя священной фиги», который тоже нашумел в Каннах. А в минувшую пятницу в кинотеатрах стартовал фильм «Отпущение грехов» с Лайемом Нильсоном в главной роли стареющего гангстера, который пытается наладить отношения со своими детьми и исправить ошибки прошлого. Однако, как и во всех фильмах о плохих парнях, пытающихся стать хорошими, мафия не хочет позволить ему просто так уйти. А в чудесном фильме «Здесь» вновь играют вместе Том Хэнкс и Робин Райт, блеснувшие в Форест Гамп. С использованием в картине новейших технологий цифрового омоложения, они вновь становятся подростками, у которых зарождается роман, а затем они женятся, заводят семью и стареют вместе. Под крышей дома твоего? Агентство по охране окружающей среды США, EPA, окончательно утвердило более строгие правила по выявлению и очистке от пыли свинцовой краски в домах и детских учреждениях по всей территории США. Даже низкий уровень воздействия свинца может нарушить развитие мозга у детей и привести к долгосрочным последствиям для здоровья. В США свинец уже несколько десятилетий не используется в красках, но он все еще встречается во многих старых зданиях. По оценкам, 31 миллион домов, построенных до 1978 года, могут содержать такую краску. А потом с бананом Люба танцевала, намекая всем, что это вовсе не банан. В 2019 году банан, приклеенный к стене скотчем, был продан за 120 тысяч долларов, и в социальных сетях поднялась бурная дискуссия о значении искусства. Мы в нее не вмешивались, потому что матом не пишем. С трудом обойдемся без него и сейчас, когда это творение художника Маурицио Кателана под названием Комедиант, сегодня поступит в продажу в аквационном доме Сотбис, но на этот раз со стартовой цены от 1 миллиона долларов до полутора миллиона долларов. За свои деньги победитель готов получить рулон клейкой ленты и один банан, а также сертификат подлинности и официальные инструкции по установке работы. Сотбис уточнил, что ни скотч, ни, к счастью, банан не являются оригиналами. Комедиант – это концептуальное произведение искусства, и при каждой установке реальные физические материалы заменяются, сообщил представитель аукциона. Кателан и французская художественная галерея Ператин попали в заголовки газет по всему миру пять лет назад, когда выставили комедианта с шестизначной ценой на ярмарке Art Basel Miami Beach. Для создания оригинала был использован банан, купленный в продуктовом магазине в Майами, хотя в галерее заявили, что его можно заменить согласно указаниям художника. Мир искусства разделился во мнениях о достоинствах работы, хотя некоторые критики сочли, что она вписывается в богатую традицию концептуальных работ, восходящую к знаменитому монтированному писсуару Марселя Дюшана, который ставит под сомнение ценность искусства как такового. Вскоре образовались толпы идиотов, которые выстроились в очередь, чтобы увидеть вирусную инсталляцию. Куда идем мы с пятачком? Все больше пар принадлежащих к поколениям Millennial и Generation Z используют слово партнер для обозначения своих избранников, утверждая, что слова муж и жена, бойфренд и герлфренд и также парень и девушка не передают всей значимости их обязательств. Дорогие друзья, совсем скоро Свет Медиа исполнится 34 года. За эти годы он превратился в надежный источник, рекомендующий своим читателям только самое лучшее. Мы рады представить Светгайд.ком – нашу новую SEO-платформу, разработанную, чтобы сделать поиск предприятий и услуг проще, чем когда-либо. Подробные списки с веб-сайтами, контактной информацией, схемами проезда и ссылками на социальные сети – все в одном месте. Вне зависимости от того, находитесь ли вы в поиске той или иной услуги или хотите значительно повысить узнаваемость своего бизнеса в Иллинойсе, Флориде, на светгайд.ком – есть все, что вам нужно. Изучите светгайд.ком. Мы сделали это для вас. Elite Sports Therapy and Wellness – спасает людей и возвращает их к активной жизни. Клиника, которая по праву считается одной из самых продвинутых и качественных в США, расположена в Хайланд-парке. Здесь предлагают передовые методы естественной терапии, которые помогут вам двигаться, жить и чувствовать себя намного лучше. Вами займется команда профессионалов, использующая широчайший спектр терапии, включая иглоукалывание, хиропрактику, креотерапию, физиотерапию, традиционную китайскую медицину, великолепную сауну и отличные массажи. Адрес – 1200 Old Skokie Valley Road Highland Park. Номер телефона – 847-748-88-04. Адрес в интернете – Elite stw.com. The North Fence. Устанавливаем заборы, ограждения на участках и деках, жилые и коммерческие участки, любые ограждения, включая бетонные, по всему Чикаго-ленду. Мы предлагаем индивидуальные проекты и материалы, такие как кедр, винил, алюминий, цепная связь и т.д. Позвоните для получения бесплатного предложения сегодня – 847-563-0093. 847-563-0093. Адрес в интернете – 3w.thenorthfence.el.com. Стивен Р. Хара, ED Berkshire Hathaway. Отмеченный наградами брокер, выдающийся сервис. Переведите ваш дом из категории продающихся в категорию проданных. Стивен – опытный брокер пожилой недвижимости с 1979 года. Звоните – 847-910-23-97. Или напишите на e-mail s-hara-at-bhh-s-chicago.com. Участник франчайзинговой системы BHH Affiliates, LLC. Northwest Implant Dental Spa. Доктор Даниэль Ким. Импланты, коронки, мосты, высококачественная работа, доступные цены, собственная лаборатория в офисе. Даже временные коронки мы изготавливаем для каждого пациента индивидуально, не используя стандартные заготовки. Возможно финансирование. В офисе работает русскоязычный персонал. Бесплатная консультация, включая рентген. Адрес – 109 Норс Милуоки Авеню, Виллинг. Номер телефона – 847-541-34-35. Адрес в интернете – 3w-dentalimplants-norsbrook.com. Доктор Даниэль Ким работает для вас уже более 30 лет. Обучает и проводит лекции по имплантам в США и по всему миру. 3w-dentalimplants-norsbrook.com. Клауд Балунс Чикаго. Декорации из надувных шаров, различных цветов и форм. Корпоративы, любые мероприятия и торжества. Номер телефона – 847-767-75-01. 847-767-75-01. Емейл – cloudballoons-chicago-at-gmail.com. Армо Грилл. Добро пожаловать в новый ресторан армянской кухни Армо Грилл. Все по-домашнему. Открыты каждый день на ланч и ужин с 11 утра до 8 вечера. Открывается патио на 36 человек. Кейтеринг – бесплатная доставка для 12 и более персон в пределах 25 миль. Пэккадж из Classic, Prime и Alacart. Номер телефона – 630-650-80-01. Адрес – 516-Nors-Milwaukee-Avenu, Виллинг. Адрес в интернете – 3w-armo-grill.com. Precision Stone Design – изготовление, установка, реставрация камня на заказ. Элегантные столешницы на любой вкус. Широкий выбор, дизайн, заказ и установка – все под одной крышей. Precision Stone Design является изготовителем столешниц из натурального и искусственного камня на заказ. Тщательно подобран ассортимент высокопроизводительных поверхностей для столешниц. Слово «точность» в названии – не просто так. Идеальная точность – наша цель. Благодаря многолетнему опыту проектирования и установки столешниц как для жилых, так и для коммерческих помещений, мы создаем уникальные изделия, отвечающие вашим потребностям. Номер телефона – 312-427-8663. E-mail – sales-at-precision-stone-designs.com. Адрес в интернете – 3w-precision-stone-designs.com. Адрес – 945 Лайвли-Бульвард, Элк-Гроув, Виллидж. Жизнь непредсказуема, а медицинское обслуживание не должно быть таким. Период открытой регистрации наступил, и пришло время подписаться или сменить план медицинского страхования. Изучите все свои варианты и найдите страховое покрытие, которое соответствует вашим нуждам и вашему бюджету. Обращайтесь к Юлию Юрьеву, независимому официальному представителю компании Blue Cross and Blue Shield of Illinois. По телефону – 847-495-28-33. Еще раз – 847-495-28-33. Это был последний рекламный блог на сегодня. Напоминаю вам, что вы слушаете радио ОСА Чикаго «Свет Медиагрупп». Мы продолжаем с обзором мировых событий. Помощь пришла, откуда не ждали. Я вам так скажу. Если бы Байдена не существовало, республиканцам следовало бы его придумать. Пока еще номинально действующий президент разом остановил волну возмущения, которую вызвала речь Тони Хинчклиффа на трамповском митинге в Нью-Йорке о плавающем в океане острове с мусором вместо людей по имени Пуэрто-Рико. И вызвал новую, от которой лагерь Камалы Харрис пришел в ужас. Аккурат в то время, когда Харрис выступала с заключительной перед выборами речью у Белого дома, Байден решил помочь ей и заявил «Единственный мусор, который я вижу, это его, то есть Трампа, сторонники». По-моему, президент только что назвал половину страны мусором. Харрис еще не знает об этом, она произносит речь. Так изумился на CNN Скотт Дженнингс. Это отвратительно взвился кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. На митинге чушь произнес какой-то комик, но это сказал президент США, оскорбив половину страны. «Просто удивительно, как этот парень умеет в нужный момент помочь врагам», заметил корреспондент Fox News Джо Конча. «Теперь никто и не помнит, что говорила Камала. Все судачат только о том, что, по мнению президента-демократа, по меньшей мере 50% американцев – это мусор». Счет насчет счета Несчастный искусственный интеллект, который не успевает реагировать на все эти безумия, предрек, что 5 ноября Камала Харрис победит с небольшим отрывом. Британская букмекерская компания Bonus CodeBets попросила чат-GPT, языковую модель искусственного интеллекта, разработанную OpenAI, оценить, кто из кандидатов победит в каждом штате, основываясь на общедоступной информации об опросах. Чат-GPT пришел к выводу, что Харрис победит в колеблющихся Пенсильвании 19 голосов выборщиков, Мичигане – 15, Вискансине – 10 и Неваде – 6, но проиграет в Аризоне – 11, Джорджии – 16 и Северной Каролайне – 16. Однако, если Трамп победит в Пенсильвании или Мичигане, то президентом станет он. Напомню, что из-за существующей системы кандидат может выиграть всенародное голосование, но проиграть выборы, как это случилось с Хиллари Клинтон в 2016 году. Кстати, 538 отдает победу Трампу – 52% шансов против 48. Перевес в голосах выборщиков, скорее всего, будет третьим по мизеру в истории США. В 1876 году Гаттерфорд Хейс с диким скандалом благодаря вводу войск Уиллисом Грантом в Луизиану, Флориду, Южную Каролайну и Вашингтон, и начатому в них пересчету голосов получил преимущество в один голос над Сэмюэлем Тылденом. А в 2000-м по решению Верховного Суда Джордж Буш-младший обошел Элла Гора на 5 голосов. Светгайд.ком Подформа для поиска деловых партнеров и в целом информации об услугах, а также наш новостной портал Свет.ком А на этом сегодня все. Желаю вам спокойной, продуктивной и насыщенной будущей недели. Всего вам хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»